Банкротство Ремдорсервиса прекращено. Такое решение сегодня принял арбитражный суд. О запутанной истории с долгами, уголовных делах и о том, откуда взялись деньги, расскажет Александр Жарков. Ремдорсервис больше не банкрот. Проблемы предприятия должника решила Оренбургская сервисная компания. Насчет кредиторов она перевела 77 миллионов рублей. Что это за Оренбургская сервисная компания, которая взяла и погасила задолженность, а главное, зачем она это сделала, информации мало. Тем не менее, долг Ремдорсервиса погашен и ни у кого претензий нет. Процедуру банкротства сегодня прекратили в арбитражном суде. Перечислил денежные средства к кредиторам, согласно данным указанного определения, в реестре требований к кредиторам, МОК Ремдорсервис, исполненные денежные средства были перечислены в адрес кредиторам. Пожалуйста, администрация. Мы считаем возможным завершить конкурсное производство, поскольку требования к кредиторам были в 10 тонн и полном отзыве, деньги были перечислены, и в том настоящее время никаких вопросов на них не хватает. О том, что у муниципального предприятия серьезными контрактами очень большие проблемы, стало известно весной прошлого года. Основной строитель дорог в городе разорен, считая техника под арестом. А уже позже в отношении бывших руководителей Нины Куликовой, а затем и Евгения Демидова возбудили уголовные дела. Им вменялось доведение крупного предприятия до банкротства, хотя в городской администрации до последнего доказывали, что Демидов к этому никакого отношения не имеет. Все долги, которые были предъявлены, имеют место сейчас быть и рассматриваться в арбитражном суде, они образовались в период руководства именно предыдущего руководителя. Не вытянули, это мы вместе с администрацией, по той причине, что предыдущий директор готовилась к этому делу. Четко это понятно и видно по документам, что она нарабатывала долги, никуда их не девала. Сейчас в администрации Оренбурга последствия некогда тесного сотрудничества с фигурантом уголовного дела Евгением Демидовым не комментируют. Кстати, сам Демидов, рьяно обвинявший Нину Куликову в банкротстве предприятия, говорил, пытался поднять Ремдор-сервис с колен, но, видимо, не получилось. Ну и плюс ко всему стало известно, что якобы у конкурсного управляющего не складывались отношения с кредиторами, некой компанией созидания. Кредиторы у нас с задолженностью в 78 миллионов хотят разбазарить муниципальные предприятия, и рыночные стоимостью 200 миллионов рублей. Вот и сегодня в суде, уже после того, как все заявили, что средства перечислены насчет кредитора, представитель созидания почему-то был против прекращения процедуры банкротства. О причинах, разумеется, не сказал и с журналистами общаться отказался. Тем не менее, суд вынес решение о прекращении банкротства. Как пойдут дальше дела у Ремдор-сервиса, станет ли оно снова успешным предприятием, и чем закончатся уголовные дела бывших руководителей, вопрос пока риторический. Александр Жарков, Сергей Звалишин, Орен ТВ.